Эта аудиокнига представляет собой сборник рассказов о теле, больном и здоровом, живущем и умирающем. Врачи должны ценить не только свою привилегию вторгаться в чужие тела, но и доверие, с которым пациенты делятся с ними своими бедами. Даже две с половиной тысячи лет назад целители уже задумывались об этом. В клятве Гиппократа говорится, что бы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Как врач и писатель, я потратил много времени, размышляя, что можно и нельзя разглашать, не придавая доверия моих пациентов. Мои размышления в этой аудиокниге основаны на моем врачебном опыте, но вся информация о пациентах была изменена до неузнаваемости. Любые сходства случайны. Неотъемлемой частью моей работы является сохранение доверия больного. Все мы рано или поздно становимся пациентами и хотим быть уверенными в том, что нас услышат и что врач уважительно отнесется к подробностям нашей личной жизни. Предисловие Если человек состоит из земли, воды, воздуха и огня, из того же состоит и тело земли. Если внутри тела человека есть озеро крови, то в теле земли есть океан с такими же приливами и отливами. Леонардо да Винчи Древние анатомы Видели связь между человеческим телом и планетой, на которой мы живем. Тело считалось микрокосмом, миниатюрным отражением мира. Структура тела сопоставима со структурой земли, а четыре темперамента с четырьмя состояниями вещества. И это вполне справедливо, ведь скелет наш состоит из солей кальция, химически схожих по составу с мелом и известняком. Реки крови впадают в широкую дельту сердца, а рельеф кожи напоминает холмистую поверхность земли. Любовь к географии никогда меня не покидала. Как только напряжение, связанное с учебой в школе медицины, ослабло, я начал исследовать. Иногда я находил работу врача во время путешествий, но чаще всего я странствовал, чтобы открыть для себя новые места, взглянуть на разнообразие пейзажей и народов и увидеть столько уголков планеты, сколько возможно. Описывая свои путешествия в других книгах, я пытался передать хоть малую талику чувств, которые пробудили во мне те пейзажи. Однако работа всегда возвращала меня к человеческому телу, которое я воспринимал как средство заработка и как место, где начинается и заканчивается жизнь каждого из нас. Изучение тела человека не похоже на изучение всего остального. Во-первых, вы сами являетесь объектом внимания, а во-вторых, работа с телом характеризуется уникальной откровенностью и преобразующей силой. После школы медицины я планировал пойти в сферу оказания экстренной помощи, но тяжесть ночных смен и мимолетный контакт с пациентами вскоре искоренили мое чувство удовлетворения трудом. Я работал педиатром, акушером-гинекологом и терапевтом в доме престарелых, а также учился на хирурга-ортопеда и нейрохирурга. В Арктике и Антарктике я был экспедиционным медиком, а в Африке и Индии работал в простеньких больницах. Этот опыт оказал большое влияние на понимание мною человеческого тела. В экстренных ситуациях необходимо быть максимально сосредоточенным на сохранении жизни пациента, но, как я понял с годами, больше всего уроков я вынес для себя во время тихих, ежедневных встреч с больными. В последнее время я работал семейным врачом в маленькой клинике одного из бедных районов города. Культура постоянно меняет наше восприятие тела, и это относится и к врачам в том числе. Принимая пациентов, я часто задумываюсь о том, как великие события истории человечества и наиболее выдающиеся произведения искусства перекликаются с современной медициной. Главы этой аудиокниги раскрывают связи между ними. Например, консультируя пациента с параличом лица, я думаю не только о неудобствах, с которыми сталкивается человек, не имеющий возможности выразить свои чувства, но и о трудностях, которые испокон веков испытывали художники, изображая выражение человеческого лица. Думая о лечении рака груди, я понимаю, что каждому человеку необходимы индивидуальные условия для выздоровления. В написанной 3000 лет назад Илиаде Гомера говорится о травмах плеча, а в сказках, которые рассказывают детям в детском саду, красноречиво написано о болезнях, коме и метаморфозах. Я понял, что мы осуществляем великое множество ритуалов с нашим телом, когда задумался о том, как люди избавляются от плаценты и пуповины. Мифы о борьбе и искуплении вины перекликаются с историями о выздоровлении, которые слышатся в палатах ортопедических отделений по всему миру. Слово «эссе» образовано от корня со значением «попытка», и каждая глава этой аудиокниги представляет собой эссе, в котором я пытаюсь рассказать о какой-либо части тела, рассматривая ее только под одним из массы возможных углов. «Охватить все нереально. Мы состоим из множества частей, и болезни способны поразить абсолютно каждую из них. Я расположил главы так, чтобы описание в них шло с головы до пальцев ног, как во многих других книгах по анатомии, но слушать их можно в любом порядке. Порядок с головы до ног, возможно, самый удачный. Так слушатель путешествует вдоль человеческого тела». «Медицина не только позволяет мне зарабатывать на хлеб. Профессия врача дает мне возможность накапливать жизненный опыт. Каждый день я убеждаюсь в том, насколько мы уязвимы и сильны одновременно. Со сколькими печалями и радостями мы постоянно сталкиваемся. Работа врача напоминает путешествия по жизням и телам других людей. Часто дорога мне знакома, но иногда приходится протаптывать новые тропы. Каждый день моему взору открываются невиданные ранее панорамы. Медицинская практика – это не просто путешествие по частям тела и изучение истории других людей, но и исследование жизненных возможностей. Это приключения внутри человеческого тела». Типичное утро в больнице. Пока остывает кофе, я просматриваю на компьютере список из 30 или 40 фамилий. «Это мои пациенты на сегодняшний день. Многие из них хорошо мне знакомы, но первую фамилию я никогда раньше не видел. Кликнув мышкой, я вижу дату рождения пациента. Он родился на прошлой неделе. Ему всего несколько дней от роду, и после нашей сегодняшней встречи в его медицинской карте останется запись, которая, если все будет хорошо, будет следовать за ним в течение 80 или 90 лет. Пустота на экране заставляет задуматься обо всех жизненных возможностях, которые ждут его впереди. Я подхожу к двери и называю имя младенца. Мать ребенка кормит его грудью, но, услышав меня, краснеет до пальцев ног. Она улыбается, смотрит мне в глаза и идет ко мне в кабинет с сыном на руках. «Я Гевен Фрэнсис», — говорю я женщине, указывая ей, куда сесть. «Один из врачей. Чем я могу вам помочь?» Она бросает на сына взгляд полной гордости и тревоги, и я вижу, что она не знает, с чего начать. «Езвиняюсь, что dedi стоитOh» «Обишись на меньшее. Чем я хочу extends от Thousandumerон». «Обий ли nhi窓 пос у них создад SU» «Я быcano ее ну и угаст из